В настоящее время многие получают финансирование через государственные программы и приумножают свои доходы. Кто-то изготавливает стильную посуду из стекла и дерева, а кто-то овладевает искусством лечебного массажа и зарабатывает на этом. Такие трудолюбивые люди есть и в Жамбулском районе. В следующем сюжете мы расскажем о тех, кто повышает доход своей семьи и эффективно использует безвозвратные гранты. Ардак Туленова получила безвозвратные гранты и открыла швейный цех в селе Акбулы. Пока что швейный цех располагается в одной из ее комнат дома, где многодетная мать принимает заказы на укорочение различных видов одежды и пошив легких платьев. В будущем она планирует расширить свое дело. Предпринимательница собирается расширить объем заказов и переехать в новое здание в селе, а также нанять на работу девушек с навыками шитья. Эту идею подсказала мне бабушка. К тому же я научила, как правильно шить. После того, как я вышла замуж, я занялась воспитанием детей. Мое хобби стало бизнесом и приносит доход. Сейчас мое дело развивается. Позже, когда спрос вырос и стало больше клиентов, она подала заявку на грант для реализации новых бизнес-идей, чтобы приобрести необходимую технику и получила финансовую помощь в размере 400-месячных расчетных показателей. В районе насчитывается 8526 субъектов малого и среднего бизнеса. Среди них 4511 индивидуальных предпринимателей. Им оказывается поддержка. Банки второго уровня выдают кредиты. Ульсера Каргабаева также получила безвозвратный грант на реализацию новых бизнес-идей. Молодая предпринимательница овладела искусством лечебного массажа. Получив финансовую помощь в размере 400-месячных расчетных показателей для приобретения необходимого оборудования, она открыла собственный кабинет. Жительница села Бектубе планирует развивать свой бизнес и открыть центр, чтобы обслуживать население. Ильдар Кзатуллин, Ремекин Шербек, Айкан Акпарат.